Доходы и расходы областного бюджета увеличены на 108 миллионов рублей. Соответствующие поправки в главный финансовый документ региона приняли депутаты областного парламента. Фонд развития моногородов в 2017-м выделяет субъекту 120 миллионов. Средства пойдут на строительство объектов инфраструктуры в Вичугском районе. Запланировано строительство дороги с севернее деревни Старая Гольчиха. Также деньги израсходуют на инженерные сети индустриального парка в Вичуге. Депутаты рассмотрели вопрос предоставления льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество организациям, заключившим с федерацией или регионом специальные инвестиционные контракты. Для федеральных спиков налог на прибыль обнуляется, для местных ставка снижается с 17% до 13,5%. Что самое важное, то есть идет контроль страны федерации за качеством работы, в первую очередь административных структур на региональном и федеральном уровне по поддержке и реализации инвестиционных проектов. То есть они получают контроль со стороны правительства за прохождением реализации этих проектов. Единогласно депутаты решили обратиться к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос о внесении должности тренеров-преподавателей, работающих с детьми-инвалидами, в номенклатуру педагогических работников. Эта мера находится в компетенции федеральных властей. Она позволит увеличить тренерам плавательных бассейнов и школ размер отпуска, также получить право на сокращенный рабочий день. Уровень оплаты труда и тренеров-преподавателей по адаптивным видам спорта, и тренеров-преподавателей по общим видам спорта, она практически одинаковая. То есть разницы и на сегодняшний день нет. А вот что касается отпусков, что касается пенсии по выслуге лет, есть существенная разница. Депутаты ожидали, что с учетом исполнения бюджета за первые полгода, правительство сочтет возможным увеличить расходы и доходы за счет поступивших дополнительных сумм. Но с учетом недовыполнения по налогам, например, с физических лиц, увеличение частей осуществлено только за счет федеральных средств. С тяжелым сердцем, как отмечают парламентарии, они уходят на летние каникулы. Весенняя сессия областной думы завершена. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.